Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Меня достаточно давно не было в эфире. Очень сейчас непростое занятое время. Мне предстоит скоро переезд и вообще очень много изменений по жизни. Как-нибудь об этом расскажу. Но сейчас я пришла в эфир, чтобы поговорить с вами об ароматах Живанши, как и обещала. У меня их в коллекции 5 штук. И это один из моих самых любимых люксовых домов. Должна сказать, что их старые творения мне нравятся гораздо больше новых творений. Но тем не менее, в целом это очень-очень достойный дом. Я хочу как-то приобрести себе набор миниатюр из их коллекции от Илье. Я слушала несколько ароматов. Они мне приглянулись. И, в общем, как-нибудь будет видео и об этих ароматах. Что должна сказать? Что, в общем и в целом, на мой взгляд, дом заслуживает твердую пятерку за все свои ароматы. Даже какие-то излишне попсовые ароматы, они все равно отличаются от других люксовых ароматов тем, что они поизысканнее. Я бы так сказала. Вообще, для меня, когда речь идет о Живанши, сразу слово «изысканность» приходит на ум. Именно потому, что творения очень элегантные, очень женственные. Есть у них какой-то свой почерк. Это, кстати, касается и линий декоративной косметики. Она достаточно минималистичная. Но я считаю, что это одна из самых качественных и люксовых линий. Очень продуманная, очень хорошая. Обладать этими роскошными футлярами – одно сплошное удовольствие. То же самое могу сказать и про парфюмы. Давайте не будем терять время зря и поговорим о них. Первый, который мне нравится с того самого момента, как он появился на рынке, это 2000-е, там, может быть, середина 2000-е, 2006-й год, наверное, как-то так. Это Анжу-де-Мон. В некоторых странах он представлен как Анжу и Транжи, потому что на Ближнем Востоке, по-моему, потому что они не хотели каких-то там бесовских отсылок, скажем так. Потому что ангел или демон, там у них ангел или странник. Ну, что-то такое Транжи, это, по-моему, иностранец, что-то такое постороннее. Кто лучше французским владеет, напишите, что значит Этранжи. Этот аромат мне безумно-безумно нравится. Мне прекрасно понятно, почему он называется Анжу-де-Мон. В нем присутствует для меня лично бисквитный запах. И вы знаете, на какую мысль наталкивает. В Америке есть Angel Food Cake и есть Devil Cake. Да, вот что-то ангельское и демонское. И то и другое. Это десерты безумно сладкие, весьма ванильные. И вот тут как раз вот что-то такое присутствует. Мне кажется, что вот лично для меня какие-то, знаете, потусторонние ассоциации в ароматах, они связаны с определенным звучанием смеси амбры, мускуса и ладана. Иногда, например, артизановская Пассаж Дон Фей, Дорога в ад, вот она пахнет очень потусторонне для меня. Это такое какое-то сладковато-тленистое что-то. Здесь оно присутствует, но в очень-очень микроскопическом количестве, достаточно для того, чтобы у вас вызвать ассоциации с чем-то демоническим. Но большая часть, конечно же, здесь это ваниль. Это очень хорошая ваниль. Такая ваниль была популярна в середине 2000-х годов. Она была в очень многих ароматах. Похожая ваниль в ланкомовском гипнозе, только там она больше насыщена какими-то анисовыми нотами. Здесь же она округлена вот таким вот чем-то древесным и мускусом, чем-то даже чуть более мужским. Но вот это такая характерная ваниль середины 2000-х. Может быть, если вы увлекались парфюмерией в то время, понимаете тогда, о чем я говорю. Он очень достойный аромат. Он очень сильный, он очень мощный. Он держится хорошо на коже достаточно долго. Он особо не меняется. Но я бы сказала, что он просто углубляется. Слетает вот эта такая ванильность. И появляется больше чего-то животного на вашей коже при использовании этого аромата. Несмотря на то, что он позиционируется исключительно как женский, я бы сказала, что мужчинам стоит его на себе попробовать, потому что вот эта какая-то такая амбровая древесная сладость, она на мужчин может сесть очень и очень хорошо. Мне, конечно, безумно тоже нравится вот этот флакон. Он очень-очень крутой. В общем, со всех сторон очень крутой парфюм. Давно, на мой взгляд, а Живанши ничего подобного не выпускали в своей люксовой линейке. Пора бы им озадачиться, потому что все, что выходило после этого, как-то так, ну так себе не очень. Они заигрались очень сильно с лимитками, которые эксклюзивные для магазинов Дьюти Фри. И еще всякую свежую ерунду производили. Пора, в общем, возвращаться к своим таким, знаете, классическим корням, как мне кажется, и произвести что-то вот такое. Это шедевральный аромат, я считаю. Он узнаваем. Я думаю, что очень многих он бесит, раздражает. Они не могут его носить. Но это как раз, знаете как, что-то с характером, но на любителей не для всех. Кому-то подходит, кому-то нет. Мне подходит, очень люблю. Советую вам обратить на него внимание. Идем дальше, дальше. Я уже говорила про органзулу. Во-первых, шикарная упаковка, знаете, такая греческая, да, полностью можно увидеть женщину в тунике. На мой взгляд, это очень характерный аромат для 90-х. Особенно начало 90-х. Это были безумно цветочные, яркие, сочные, амброзиевые ароматы. И жеванши они удавались особенно хорошо. Потому что, например, еще один аромат, который у меня здесь есть, амориш, он из той же категории, на мой взгляд. Сейчас такое понятие, как желтые цветы, не особо популярны в парфюмерии. Мы все же больше видим белые цветы. Но желтые цветы здесь присутствуют. И мне еще очень-очень нравится такая пачульная база здесь. Вообще, сам оттенок аромата, да, вы посмотрите, он такой густой, очень мощный. Конечно, органза пахла, когда она была произведена, по-другому. Ну, современная версия, она похожа. Когда вы добьетесь того же самого цветочного звучения, этот аромат, на мой взгляд, стопроцентно женственный. На мужчине я себе его не представляю. Вот уж очень он мощно цветочный. Для меня, человека, не являющегося любителем цветочных ароматов, этот аромат очень крепко под настроение. И своей такой помпезной, сочной, яркой, ядовитой цветочностью, он абсолютно для меня праздничный. Знаете, вот яркий, громкий, говорящий о себе. И очень-очень такой дурманящий. Я бы его так назвала. Самое интересное, что у меня есть подружка в Москве. Её зовут Света. Света всегда очень одевалась, назову так я неформально, по-панк-рокерски, косухи, шипы, всякие очень интересные аксессуары, принты. Но одно было неизменным. Вот этот классический аромат. И вы знаете, в таком вот немножко диссонансе с её стилем одежды и вообще с её таким, знаете, очень юморным, таким хохмачным характером. Но всё равно этот аромат великолепно звучал. Я частенько думаю о Свете, когда пользуюсь этим ароматом. Приятно было вспомнить. Надеюсь, что я скоро смогу её увидеть. Я не знаю, смотрит она мои видео или нет, но, Света, если ты смотришь, привет. В общем, отличный аромат. Идём дальше. Very Irresistible Eau de Parfum от Givenchy. Я говорила уже про него не единожды. По-моему, даже в ароматах с нотой розы. Можете увидеть, сколько я его использовала. Для моей коллекции это говорит о многом, потому что у меня много флакончиков. И к этому рука тянулась достаточно часто. Я считаю это шедевральным розовым парфюмом. Причём безотносительно. Ниша, люкс. Один из самых лучших для меня. Почему? Потому что это не попсовые розовые лепестки. Это что-то более тёмное и глубокое. Вот мне нравится темнота. Вообще считаю, что Givenchy очень хорошо умеют заигрывать с темнотой в своих ароматах. Очень глубокая, очень такая, знаете, сладкая, но не притерная. И самое главное, специи, которыми обрамлена эта роза. Но сочетание розы с анисом, это просто настолько гениально, настолько узнаваемо. Опять же, этот аромат... Здесь есть та же самая ваниль, которая присутствует в этом аромате. Ну вот она просто характерная была для двухтысячных годов. Прекрасная такая ваниль. То, что сейчас выпускают, это не ваниль, а ванилин. Вот это... Ну просто одна из самых лучших роз. Причём, знаете как, концентрация Ode de Toilet отвратительна, на мой взгляд. Она какая-то размытая, безликая. Только Ode de Parfum, вот этот вот фиолетовый флакон. Чудесный аромат. Надеюсь, что они никогда не прекратят его выпускать. Я знаю, что я в магазинах вижу какие-то различные вариации. Там есть Very Resist... Leaf Very Resistable. Ещё там какие-то свежие, какие-то шипастые флаконы. Чего они там только не придумали. Но вот это самый лучший вариант. Просто гениально, гениально, гениально. И даже, мне кажется, вот такие какие-то кривоватые флаконы тоже... Привет из середины двухтысячных. Чем-то он мне напоминает за крутышку гипноз ланком. Тоже вот они какие-то такие же были. В общем, одно время этим ароматом пользовались все гламурные модницы Москвы. Сейчас они уже забыли. Эти ароматы переключились на черный опиум и poison girl. Поэтому обратите внимание на вот этот аромат. Он крут. Идём дальше. Про Marish я уже говорила. Жёлтые цветы. Для меня это запах тропических каникул. Вы знаете, если приехать в южные страны, когда безумно жарко, душно, и цветут горденья, леандры, все вот эти вот такие тропические цветы, это как раз то, что вы получите. Очень жизнерадостно, солнечно, сочно, тропически. Не побоюсь этого слова, которое я не очень люблю использовать. И гламурно пахнет этот аромат. Исключительно торжественные, исключительно 90-е годы. Не советовала бы слишком молоденьким девушкам. Это может вас задушить, придушить. Мне кажется, что, чтобы использовать вот такие ароматы, что органза, что вот это такие убер женственные, цветочные, это должна быть 100% уверенная в себе женщина со стержнем, которая, знаете, она чего-то добилась, и она несёт себя с достоинством. Она настолько яркая, что она несёт этот аромат, а не этот аромат, несёт её. То же самое про этот аромат. Идеальный аромат для 30-летних женщин, которые, знаете, хотят транслировать в мир свою женственность. Вот и в первую очередь для себя. Вот эти ароматы идеальны. Теперь поговорю про современное творение Живанши. Это Далья Дивин. Из плюсов то, что они сделали лицом этого аромата Алишу Киз. Я очень люблю Алишу Киз. Я считаю, она очень талантливая певица, пианистка, музыкант. Вообще красивая женщина. Но что мне её избрание в качестве модели для этого аромата говорит? Это говорит мне о том, что это сделано на американский рынок в первую очередь. И что это такое? Это очень сладкий аромат. Это то, что сейчас модно. Вот это, знаете, такая приторная сладость. Вот возьмите ваниль середины 2000-х годов. Насыпьте туда жжёного сахара. Налейте туда кленового сиропа. И это будет вам современный аромат, который великолепно продаётся на американском рынке. Это в современном прочтении люксовых ароматов, таких вот безумно сладких, этот аромат выглядит очень выигрышно. Но если его сравнивать с творениями середины 2000-х, он, конечно, бы потерялся. Что здесь сделали? Здесь всего лишь навсего создали цветочный аромат, от которого не слипнется. Простите. Здесь, вы знаете, когда ещё не вышла версия Далия Девина Амброзия, мне как раз именно от прослушивания вот этого аромата пришла на ум мысль об амбразийности и медовости. Они попытались в этом аромате отослать нас к корням, когда они делали вот эти цветочные ароматы. Или вот этот вот цветочный аромат. Вот это такая сладостная цветочность, амбразийность, медовость. Они попытались её включить сюда. Но, вы знаете, на какой-то такой слабой абрикосовой базе, такой какой-то лёгкий мускус, персиковая абрикосовость, это звучит с точки зрения творений Живанши достаточно просто. Но я могу себе представить, как неискушённые парфюмерные потребители, особенно возраста постарше, там 35-40 лет, восприняли эту новинку на ура. Она для них на самом деле, именно для таких женщин. Потому что для женщин помоложе есть Poison Girl на рынке сейчас. В общем и в целом это приятный аромат. Аромат его можно надеть в офис. Он не крикливый, он никого не обидит своим громким звучанием. Он медовый, он красив. Но я не могу сказать, что это характерный аромат. Живанши могут производить ароматы гораздо лучше. Мы об этом знаем. И я уже сказала, что я с нетерпением жду чего-то ещё. Что касается их линейки отелье, она мне понравилась. Но у меня в наличии ничего нету. Я надеюсь как-то купить набор. И тогда, конечно, более подробно о них поговорю. Ну, в общем и в целом, вот всё, что у меня имеется от Живанши. Я к этому дому очень хорошо отношусь. Я его люблю. Очень он мне нравится. Я надеюсь, что в ближайшем будущем они всё-таки порадуют нас чем-то очень и очень стоящим. Я на это надеюсь. Напишите мне, пожалуйста, чем вы пользуетесь от Живанши. Вообще нравится ли вам этот дом, его концепция. Какие ароматы у вас есть. Быть может, вы пользовались теми ароматами, о которых сегодня говорила я. Может быть, вы уже попробовали линейку отелье. И скажите мне, что вы думаете по поводу их ароматов. И какой вы считаете из них самый лучший. Что ещё хочу сказать. Я буду записывать ещё несколько видео, которые залью, наверное, чуть-чуть пораньше. Потому что на этих выходных я уезжаю. У меня не будет целую неделю. Я буду очень-очень занята. И после этого приезжает сюда ко мне в Америку моя мама. И вообще мы просто будем очень-очень заняты. И всё это связано с различными событиями, которые происходят в моей жизни. О которых пока я не хочу говорить. Но обязательно расскажу. И пришли ко мне несколько новых ароматов, которые я приобрела. Там кое-что вкусненькое есть. Напишите мне, если вы хотите послушать про новиночки. И также скажите мне, было бы вам интересно послушать про... Я вот думала, про какой дом лучше снять видео. И скажите, хотелось бы вам послушать про ароматы Шанель, например, которые у меня есть. Или, быть может, какие-то другие дома. Вот то, что сейчас вам было бы интересно. Может быть, Джо Малон. Я знаю, что очень многие любят Джо Малон. Давайте так. О чём бы вы хотели, чтобы я поговорила? Про Шанель или про Джо Малон? Вот два дома, наверное, про которые хочется рассказать. А, ну и третий Монталь. Давайте так. Проголосуем. Джо Малон, Шанель или Монталь. Ну всё, спасибо всем большое за просмотр. Ждите новых видео. И я обязательно вас жду в комментариях. И, как всегда, на моём канале подписывайтесь, ставите лайки этому видео. И до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok